В конференц-зале администрации города провел прием граждан по личным вопросам уполномоченный по правам человека в Чувашии Юрий Кручинин. В течение двух часов он принял более 10 человек. Рассмотренные им проблемы касались имущественных прав, жители интересовали вопросы, связанные с Семейным и Уголовным кодексом и многое другое. На приеме вместе с гостем присутствовал и глава администрации города Александр Сироткин. Александр Валерьевич нашел время участвовать вместе со мной на приеме. И я скажу, что это как раз такая достаточно эффективная форма разрешения обращения граждан. То есть сразу на месте закрываем эти вопросы, которые ставят перед нами жители научно-боксарского. Берем их на контроль. Ну, то, что в его компетенции он сразу же дает поручение соответствующим подразделениям администрации. А я, те, которые более глобальные вопросы имеют, то есть выходят на федеральные структуры, то есть я их беру сам, свое производство. И вот будем разрешать их в установленном законном порядке. Отметив, чтобы узнать социальное самочувствие жителей Чуваши, Юрий Сергеевич объезжает все районы республики, где проводят такие приемы. От горожан поступали жалобы или просьбы различного характера. К примеру, кто-то считает, что в детском саду не очень хорошо кормят, на что участники приема, а именно специалисты, которые были приглашены по данному вопросу, ответили, что все необходимые продукты по СанПИНу дети в дошкольных учреждениях получают. Все в соответствии с санитарными нормами. У каждого была своя беда, своя просьба, своя жалоба. Я живу по улице, значит, строителей, дом 5, дробь 1, 143-я квартира. Вот дома там сдали, сдали уже вот нынче, сдали вот эти два дома. Все новые дома. И вот нам тротуар, вот не сделали, чтобы попасть, попасть, чтобы магнит. Там, как накопали эти вот кучи, вот мы по ним и лазим. Прыгаете, да? Прыгаем, да. Но, знаете, там лежат плиты. Но до плит надо еще дойти. Там, значит, у нас сделан проект строительства дороги по улице строителей. И при реализации этого проекта у нас в программе реконструкции уличной дорожной сети стоит. Естественно, там будут оборудованы нормальное освещение, нормальные тротуары, нормальные знаки, переходы и все остальное. Пока эта дорога, которая там есть, она временная. Она не постоянная. При этом, обращаю ваше внимание, если такая заявочка есть от председателя ТОСа, то мы вместе с ТОСом будем ее отрабатывать. По каждой проблеме был дан подробный ответ. Некоторые вопросы Юрий Кручинин взял под личный контроль и обещал, что по возможности поможет, если это в его полномочиях. Тринадцатый год показал, что аппарат уполномоченного, сам уполномоченный должен иметь более широкие полномочия. Именно касаемые защиты прав граждан, которые относятся к категории социально ущемленных. Это или к категории социально незащищенных, что ли, или слабо защищенных, правильно даже сказать. Это вот инвалиды, в первую очередь, малоимущие, граждане, одиноко проживающие в престарелом возрасте, которым не от кого помощи ждать.